Добрый вечер, в эфире Астана Тайм. В студии работает Жанна Ситхан и коротко о главном. В Казахстан впервые за много лет прибыл президент Франции. Благодарю вас за то, что вы приняли мое приглашение и прибыли в Казахстан с официальным визитом. О чем договорились Тукаев и Макрон и почему эксперты назвали этот приезд историческим. Роковой удар на ССГПО в Рудном погиб рабочий. Предварительно произошло смертельное травмирование работника электротоком. Почему эта трагедия насторожила инспекторов труда? Умри или беги. У казахстанских школьников появилась новая опасная игра. В первую очередь это подростки, у которых эмоциональная нестабильность присутствует. Что говорят по этому поводу в МВД? Французская компания построит в Казахстане ветропарк. Об этом договорились Касым Жумар Тукаев и Эммануэль Макрон. Лидер Франции прибыл с официальным визитом в нашу страну. Этот приезд многие уже назвали историческим. Президенты обсуждали вопросы энергетики, товарооборота и образования. Отмечу, что президент Казахстана также посещал Францию с официальным визитом. За переговорами наблюдала моя коллега Анара Сюмбаева. Несмотря на нелетную погоду, снег и дождь, самолет французского президента приземлился в аэропорту Астаны. Зонтов ни у кого не оказалось, но это нисколько не помешало теплой встрече. Казахстан Мы приветствуем ваш визит. Это очень большое событие. Благодарю вас за то, что вы приняли мое приглашение и прибыли в Казахстан с официальным визитом. Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается. Вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным. Уверен, сегодняшние переговоры будут продуктивными. Ваш инвитация экономические отношения между нашими странами. Самый главный фронт работы, судя по всему, предстоит по линии энергетики. Как рассказал в колуарах глава Минэнерго нашей страны Алмаз Адам Садкалеев, прежде всего стороны обсудят соглашение с Total Energy о возведении ветропарка. Также он не исключил возможность строительства АЭС в Казахстане французской компанией. В результате визита будет обсуждаться наше сотрудничество с компанией EDF, Электрисити де Франц. В настоящее время они завершают сделку по приобретению активов у General Electric, связанных с производством турбин для атомных электрических станций. Компания, обладающая уникальным опытом, во Франции они эксплуатируют больше 50 реакторов, имеют опыт строительства за рубежом. Как вы знаете, компания EDF вошла в шот-лист компаний, которые ранее рассматривались в качестве потенциальных вендоров для строительства атомных станций. И в случае инициирования французской стороной переговоров по участию в этом мы готовы провести данные переговоры. Кроме того, ведутся несколько совместных проектов для противодействия влиянию глобального потепления. По словам Алмаса Дамаса Ткалеева, стороны обсудят и работу совместного предприятия АО «Катко», в котором французское «Урано» владеет 50%. Речь идет о разработке урановых месторождений в Казахстане. Казахстанский уран, похоже, сегодня одна из главных тем переговоров. Наша страна в прошлом году добыла 43% мировых запасов, став лидером в объемах добычи. И этот факт, судя по всему, сейчас решающий. Для Парижа это идеальный выход, чтобы не закупать уран у России для своих электростанций. Главным образом из-за антироссийских санкций. К слову, именно из-за антироссийских санкций Эммануэль Макрон с энтузиазмом воспринял инициативу в Касамжима-Жатукаева продвигать средний транскаспийский коридор. В этом интересы Астаны и Парижа совпадают, подчеркнул французский лидер, как и во многом другом. Думаю, что нашим экономическим отношениям, в том числе в области сельского хозяйства и энергетики, возобновляемой энергетики, будет придан новый импульс. Мы поддерживаем инвестиции как в уже реализуемые проекты, так и в новые инициативы. Кроме того, динамично развивается наше культурно-гуманитарное сотрудничество. Достигнуты конкретные договоренности в сфере образования и науки. С сентября 2024 года планирует начать свою работу Казахско-французский университет. За последние 15 лет из Франции в Казахстан было привлечено почти 19 миллиардов долларов инвестиций. В ходе переговоров особое внимание уделялось тому, как расширить сотрудничество в торговле и экономике. Кроме того, обговаривались и новые проекты в сырьевом, сельскохозяйственном, транспортном, логистическом секторах. Сегодня мы реализуем важные проекты в энергетике и атомной промышленности, горнодобывающей, химической, машиностроительной, строительной, аэрокосмической и фармацевтической отраслях. Об этом свидетельствует успешное функционирование в стране более 170 французских компаний, таких как Альстом, Total Energies, Орана, Викат. По итогам переговоров президенты Казахстана и Франции принялись совместное заявление. Было подписано шесть соглашений, в том числе по локальному производству вакцины против ящера и обслуживанию железнодорожных локомотивов. Все для дальнейшего расширения сотрудничества. В завершение Эммануэль Макрон попросил ввести в казахстанских школах французский язык и пригласил Космужа Мантытукаева стать почетным гостем на форуме мира, который пройдет в Париже в 2024 году. Анара Сюмбаева, Astana Times. Эммануэль Макрон встретился со столичными студентами. Президент Франции посетил Максут Нарикпаев университет, прочитал лекцию студента Международной школы журналистики, а также ответил на вопросы собравшихся. Макрон обсудил воспитание подрастающего поколения, борьбу с социальным неравенством, а также сотрудничество между нашими странами. Как мы можем сохранить мир, сотрудничество, международное право в это время? Это те проблемы, которые, несомненно, существуют сегодня. Если у вас есть непостоянные соседи, как сохранить экономическую стабильность в стране? Как мы можем сохранять спокойствие нашей Родины? В такое время мы должны сохранять свою стабильность, свои ценности. По-моему, президент Казахстана и проводит такую работу. Своими проектами и своим видением достигаете высот. Укрепление связи с Центральной Азией может обеспечить энергетическую безопасность Европы, так считает американский политолог Майкл Росси. За переговорами лидеров двух стран активно следили зарубежные СМИ. Различные иностранные издания и эксперты в течение всего дня давали оценку тем или иным высказываниям и делали прогнозы относительно сотрудничества Казахстана и Франции. Самые яркие замечания в материале Дан Ирмак. Укрепление связи с Центральной Азией может обеспечить энергетическую безопасность Европы. Такое мнение высказал американский политолог Майкл Росси о цели визита Эммануэля Макрона в Казахстан. Также эксперт считает, что визит французского лидера способствует восстановлению геополитического баланса в Центрально-Азиатском регионе. Одним из очевидных преимуществ укрепления Альянса с Центральной Азией является потенциальное сотрудничество в энергетической сфере. В частности, Казахстан обладает значительными запасами урана и является крупнейшим в мире его производителем. Учитывая, что около 70% электроэнергии во Франции вырабатывается за счет атомной энергетики, углубление партнерства могло бы обеспечить стабильные поставки урана для французских реакторов. Мировые эксперты считают, что партнерство Франции и Казахстана также обеспечит к созданию поставок редкоземельных элементов. Об этом рассказал французскому изданию «Ле Монт» директор Французского института международных отношений Тома Гумар. Франция надеется укрепить свои поставки важнейших металлов – скандий, лантан, цирий. Редкоземельные элементы – это нефть завтрашнего дня, необходимая для энергетического перехода. С тех пор, как Запад открыл глаза на свою чрезмерную зависимость от Китая в этой области, он многократно усиливает свои стратегии диверсификации. Чтобы обеспечить себя ресурсами, Европейский Союз все чаще обращается к таким странам, как Канада, Австралия и Казахстан. Как пишет французский информационно-политический журнал «Экспресс» Эммануэль Макрон после визитов в Казахстан отправится в Узбекистан. Такое турне послужит укреплению стратегических и экономических связей, считают зарубежные СМИ. Цели этого турне, объявленного в начале недели, четко сформулированы. Участие в диверсификации стратегических и экономических связей между этими двумя игроками и укреплении европейского присутствия в регионе. В частности, путем подписания контрактов. О целях визита Макрона высказались и другие международные эксперты. Так, американский политолог Люк Рудахевер считает, что сотрудничество между двумя странами станет импульсом для развития энергетической отрасли. Возможное строительство атомной станции в Казахстане представляет для Франции, как для ядерной державы, прекрасные перспективы для сотрудничества в этой области. Во время переговоров Эммануэль Макрон дал высокую оценку отношения между Казахстаном и Францией. Это отметили иностранные журналисты. Лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам в региональной и глобальной повестке дня. Дана Ермак, Астана, Таймс. Развитие связей с Францией, как с одним из ведущих европейских государств, говорит о повышении потенциала Казахстана, как на региональном, так и на международном уровне. В этом убеждены казахстанские эксперты. При этом речь не только о развитии двустороннего экономического сотрудничества, но и о политическом диалоге. Для Казахстана, конечно же, в текущих геополитических условиях и геоэкономических условиях очень важно поднимать свой международный рейтинг, свой международный имидж и развивать сотрудничество именно с наиболее экономически развитыми государствами, число которых можно отнести и Францию. Франция – крупный партнер Казахстана. Товарооборот растет, укрепляются партнерские отношения в энергетическом, транспортном и промышленном секторах. Эксперты убеждены, что в будущем количество совместных проектов будет только расти. Объем французских инвестиций в нашу страну составляет 18 миллиардов долларов. Я считаю, что это довольно внушительная сумма. Финансируется производство, медицина, строительство и энергетика. Поэтому у Франции и Казахстана столь тесные взаимоотношения. Рабочий погиб при выполнении монтажных работ на территории Соколовско-Сарбайского горно-богатительного производственного объединения в Рудном Кустанайской области. Трагедия произошла три дня назад, но лишь сегодня о ней стало известно. В компании несчастный случай подтвердили, но уточнили, что погибший был сотрудником подрядной организации, а не ССГПО. На территории ССГПО при выполнении работ по демонтажу железобетонного перекрытия произошел несчастный случай с работником подрядной организации. Коллектив и руководство акционерного общества ССГПО выражают соболезнования семье погибшего. По факту случившегося проводится расследование. В управлении по инспекции труда нам рассказали, что это уже шестой случай гибели работников на различных предприятиях области в этом году. Что касается последней трагедии, то на территории ССГПО в ту роковую ночь подрядная организация проводила работы по демонтажу железнобетонных перекрытий. Этим занимались три работника. Один из них не был пристегнут страховочным ремнем и упал в воду. Предварительно произошло смертельное травмирование работника электротоком от попавших в воду перфоратора. В настоящее время создана комиссия, ведется расследование. Был пьян и поцеловал шестиклассницу в засосы. О домогательствах охранника школы 12-летней девочке рассказали ее родители. Все произошло в школе номер 160 Алматы. Ученица пришла туда за школьным заданием, которое ей передали учителя. Но сторож не захотел отпускать ребенка домой. Его попытки объятия и поцелуев зафиксировали камеры видеонаблюдения. Все детали скандальной истории у Анары Нуртазиной. На этих кадрах видно, как охранник Алматинской школы обнимает школьницу и норовит поцеловать. Несмотря на сопротивление девочки, попытка все-таки удается. Целовал он ее в засос, рассказывает мама школьницы. Шестиклассница пришла в учебное заведение за школьным заданием, но попала в руки педофила, считают обеспокоенные родители. Когда охранник ей передавал Сочи, он схватил ее за руку. Она сказала, что он меня с языком мам поцеловал. Я, говорит, вырывалась, он меня на себя тянул и схватил за руку. Я вырвалась и убежала. Я подумала, что он, говорит, будет за мной бежать. Я позвонила дедушке. Дедушка шел навстречу и зашел сюда к нему. Когда он сюда зашел, он вообще был в нетрезвом состоянии. То, что охранник был пьян, подтверждает и руководство школы. При этом уверяет, такое случилось впервые. Мужчина предпенсионного возраста в школе работал с лета этого года. Сейчас он взят под стражу. Уволили же, да, получается? Да, конечно, в этот же день его. Он не пришел. Его забрали сразу же. Вообще, охранную службу ведет, как я сказала, ТО «Алтнолимгрупп». Охранник ТАИПов на рабочее место прибыл в нетрезвом состоянии. ТО «Алтнолимгрупп» была направлена жалоба, уведомление о расторжении трудового договора. Произошедшее сейчас расследуют полицейские. За развращением малолетней охраннику может грозить до 12 лет тюрьмы. Выговоры получили также оставившие на охране задание для ребенка учитель, завхоз и завуч. Но родители девочки уверены, ответить за произошедшее должно и руководство школы. Я требую полнейшего наказания. Пусть директор отвечает за все по полной программе. Здесь оказывается в школе большой беспредел, большой беспорядок. Детей она не контролирует. За своих детей теперь переживают и родители других учеников. Опасаются, что безнаказанность может привести к более печальным последствиям. Директор убегает. Сейчас мы смотрим, они выходят с черного входа. Что нам ожидать? От учителей идет давка. К нашей знакомой звонят, пишут, говорят, что уберите, не афишируйте, ничего не нужно этого. Почему? Почему такое отношение к детям? Обеспокоенные родители школьников намерены идти до конца. Подвергшаяся же домогательству девочка продолжать учебу в данной школе не будет. Сейчас с ней работают психологи. Анара Нуртазина, Канадки Гизбаев, Астана Таймс, Алматы. Шестерых подростков, которых взяли под арест после нашумевшей массовой драки в Актау, отпустили под подписку о невыезде. Они ждут суда. Тем временем в полиции региона обеспокоены количеством правонарушений со стороны несовершеннолетних. С начала года юные магистауцы 39 раз приступали к закону. Расскажет Светлана Султангиреева. Массовая драка, произошедшая на днях в Актау между подростками двух микрорайонов, прогремела на всю страну. На кадрах видно, как несколько десятков человек ожесточенно бросают емкости с горючими смесями и камни в своих оппонентов. В полицию доставили 76 подозреваемых в возрасте от 15 до 18 лет. Шестерых поместили в изолятор временного содержания. После отпустили домой. Под подпиской о невыезде они будут ждать суда по делу о хулиганстве. Этот случай, похоже, заставил полицию перезагрузить профилактическое сотрудничество с педагогами. Вчерашние 17-18-летние подростки, совершившие правонарушения, не щадят друг друга, используют оружие, бросают бутылки. Но когда речь идет о защите родины, убегают и не идут в армию. Мы ведем работу среди молодежи. Вы также должны своевременно информировать нас, проводить воспитательную работу. Прошу вас усилить работу среди учащихся от 13 до 17 лет. На родительское воспитание не всегда приходится рассчитывать. Говорят, стражи порядка. В регионе 657 мам и пап привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Трудным подросткам нужна хорошая помощь психологов. А еще дело для души, отмечают педагоги. Если этот ребенок, если этот подросток не охвачен дополнительным образованием, а у нас иногда бывает, так что не ходят, составляется план его записи охвата в ту или иной кружок или секцию. Также даются рекомендации родителям. Конечно же, в первую очередь работу с ребенком ведет психолог, чтобы выявить вообще всю проблему. На учете полиции состоит 165 мангастауских подростков. Еще 250 значатся во внутришкольных списках. Обычно это прогульщики. Кроме этого, с начала года в следственном изоляторе Дуиз по Мангастаусской области содержались трое несовершеннолетних за хулиганство и изнасилование. После приговора суда их этапировали в исправительные учреждения Алматы и Атырау. Слав Стангиреев, Архад Шаткам, Астана Таймс, Актау. Новый опасный тренд дошел до Казахстана. Подростковая игра «Беги или умри» все больше набирает популярность в сети, предупреждают в МВД. Полицейские подчеркнули конкретных фактов, пока не регистрировали. Однако детская смертность на дорогах остается высокой. Бьют тревогу и психологи, говорят, у тинейджеров стало модным щекотать себе нервы. Как уберечь детей от опасных развлечений, выясняла Анастасия Дроняк. Они бесстрашно бросаются под колеса движущегося на полном ходу авто. Делают это не только поодиночке, но и целыми группами. «Беги или умри» – новая опасность, которую современные подростки создают себе сами. Что это – психическое отклонение или способ обратить на себя внимание? Над вопросом не первый месяц размышляют правоохранители и психологи. Такие действия подростков последние называют поведенческим нарушением. В первую очередь это подростки, у которых эмоциональная нестабильность присутствует. То есть у которых уровень эмоционального настроя, уровень, скажем так, адреналина настолько высокий, что им охота снова и снова попробовать вот это ощущение, когда они бегут, ощущение скорости, ощущение какого-то экстремального состояния. Также среди юных экстремалов так называемые лидеры со знаком «минус», говорят эксперты. То есть которые в своей позиции являются ситуативными лидерами, но не придают значения в дальнейшем последствии. Больше всего идут подростки, которые все-таки еще и ведомые. То есть подростки, которым что-то хочется кому-то доказать. По данным МВД в Казахстане пока не зарегистрировано ни одного случая ДТП из-за «беги или умри». Но игра так популярна в сети, что лучше сработать на опережение, говорят стражи порядка. Тем более, что статистика детских смертей на дорогах и без игр остается тревожной. С начала года в стране произошло свыше 2,5 тысяч ДТП с участием несовершеннолетних. Погибло более 200 детей. Еще около 3 тысяч получили травмы. Министерство внутренних дел призывает обезопасить наших маленьких участников дорожного движения от таких беспечных поступков и призвать всех к соблюдению правил дорожного движения. А психологи рекомендуют родителям не просто провести профилактическую беседу об опасных играх, но и обратить внимание на поведение своего чада и его окружения. Анастасия Дроняк, Евгений Мутель, Астана Таймс, Петропавловск. Более 40 человек погибло в Газе после взрыва жилого дома. Об этом сообщают местные жители. По их словам, после израильских авиаударов под обломками остаются еще десятки людей. Израиль, в свою очередь, заявил об уничтожении командира одного из батальонов «Хамас». В конфликт готовы вмешаться и другие страны. Хронологию событий за последние сутки представит мой коллега Иргали Рамазанулэ. Шестиэтажный дом в лагере беженцев «Нусейрат» подвергся ударам израильских войск с воздуха. В этих руинах спасатели все еще надеются найти выживших. Местные сообщают о 41 погибшем. Накануне авиаудары были нанесены по другому густонаселенному лагерю беженцев в секторе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере 50 палестинцев. Меня переселили сюда, в район «Нусейрат». Я остановился в квартире друга. Моя сестра живет в Сирате. Я отвез своих детей навестить сестру, когда мне позвонили друзья и сообщили, что жилой дом подвергся нападению. Я пришел проверить свои вещи. Я оставил все свои вещи здесь, а также проверить людей, которые мы знаем. Пусть те, кто погиб, покоятся с миром. И пусть раненые будут исцелены. Израиль направил свои войска в Газу после нескольких недель воздушных бомбардировок в отместку за нападение Хамаса. Цехал утверждает, что в результате ударов по Джабалии крупнейшему лагерю беженцев в Газе был убит Ибрагим Биари, командир Хамаса. По данным армии обороны Израиля, именно он сыграл ключевую роль в планировании и совершении нападения на страну. В Хамасе, однако, отрицают, что в лагере находился кто-либо из высокопоставленных командиров. Там убеждены, что для Израиля это просто предлог, чтобы убивать мирных жителей. Органы здравоохранения Газа заявили, что с 7 октября в результате израильских нападений погибло 8525 человек, в том числе 3542 ребенка. По нам ударили ракетами с беспилотника. Вы видите, что произошло? Они разрушают и убивают нас, стреляют со всех сторон, стреляют в медиков скорой помощи. Парамедики пытаются эвакуировать людей, но это нелегко после взрыва ракеты и того ущерба, который они причинили в нашем районе. Израильские военные заявили о рекордных потерях. Накануне в боевых действиях погибло 11 солдат. Это крупнейшая однодневная потеря с начала вооруженного конфликта. Всего убито около 300 солдат и 1100 гражданских лиц. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к народу и отметил, что это будет долгая война. Мы находимся в тяжелой войне. Она будет долгой. У нас были замечательные достижения, но также и болезненные потери. Мы знаем, что каждый из наших солдат – это целый мир. Я обращаюсь к дорогим семьям, народа Израиля. С вами во время этого невозносимого великого горя. Мы обнимаем вас от всего сердца. Наши солдаты пали в предельно справедливой войне. Войне против нашего дома. И я обещаю всем гражданам Израиля. Мы выполним свою работу. Мы будем продвигаться вперед до победы. Тем временем в Йемене высказали намерение нанести ракетный удар по Израилю 1 ноября, заявил бригадный генерал Яхья Сари. В видеоролике «Транслируем» военными СМИ группировке показаны кадры запуска ряда баллистических и крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Соединенные Штаты, главный союзник Израиля, развернули авианосцы в качестве сдерживающего фактора, чтобы предотвратить распространение конфликта в Газе. Иран также заявил, что не хочет распространения войны. Около миллиона казахстанцев живут в бедности. Цены на продукты питания постоянно растут, а минимальная заработная плата в стране ничтожно мала. Можелесмены считают, что ее размер необходимо поднять до 200 тысяч тенге. В Нижней палате парламента рассмотрели проект республиканского бюджета на три года. Яна Гладкова наблюдала за баталиями между депутатами и членами правительства. Пленарное заседание. Можелесмены начали с минуты молчания по погибшим шахтерам. А после депутат Калыков обратился к спикеру с просьбой выступить с запросом. Народный избранник, работающий когда-то в АМТ, обратился к шахтерам с призывом не переживать по поводу смены инвестора у предприятия. Выступил он от имени всей Нижней палаты парламента. Мы знаем, что люди переживают. К сожалению, страх, который был в 90-е годы, остался до сих пор. Что если уйдет иностранный инвестор, то все производство остановится. Это не так. Мы видим, что предприятие может достаточно зарабатывать. Как работник угольной промышленности с 30-летним стажем хочу успокоить земляков. За эти годы у нас выросло достаточно количество социально ответственных предпринимателей, которые могут стать прямыми инвесторами. Коллеги Калыкова поддержали аплодисментами. После депутаты перешли к повестке заседания. В зале присутствовали почти все члены Кабмина. Вопросы серьезные и крайне важные. Трансферты из нацфонда и бюджет на следующие три года. В следующем году планируется привлечь трансферт из национального фонда на сумму 3,6 триллиона тенге, в том числе целевой трансферт 1,6 триллиона тенге. Эти средства будут направлены на финансирование социально значимых и стратегических инфраструктурных проектов. Депутаты в очередной раз покритиковали чиновников за раскулачивание нацфонда, но трансферты одобрили. Выступил перед депутатами и глава Нацбанка. Тимур Сулейменов сообщил о снижении уровня инфляции в стране. Так, по итогам октября ее размер составил 10,8%. Что касается прогнозов на будущее, то они у председателя финрегулятора весьма оптимистичны. По нашим прогнозам инфляция замедлится с текущих значений до около 8% к концу 2024 года, а в 2025 году до около 6% с последующим сохранением вблизи цели 5%. А вот у народных избранников на этот счет другое мнение. Павел Казанцев считает, что официальные показатели не отражают реальной картины на прилавках рынков и магазинов. Очень хочется верить, что это именно так и есть. Хотя казахстанцы по ценам на прилавках, в своих кошельках и карманах имеют более острые ощущения и не разделяют оптимизм правительства и Национального банка. Также мошелесмены считают, что размер минимальной заработной платы казахстанцев не соответствует нынешним реалиям. По нашим расчетам средний Казахстанец тратит на еду до 55% всех своих доходов. Минимальная заработная плата по нашим подсчетам в Казахстане должна составлять около 200 тысяч тенге. В целом проект бюджета с замечаниями парламентарии одобрили. Отмечу, расходы страны в следующем году рассчитаны на 24 триллиона тенге, а доходы на 20 с половиной. Таким образом, дефицит составит 2,6% от ВВП. Глава государства Касымжумар Тукаев послание анонсировал новую экономическую политику. Его конечная цель – улучшение благосостояния людей. В связи с этим республиканский бюджет в первую очередь направлен на реализацию задач, поставленных президентом. Самое главное, что этот документ дает полную возможность выполнить социальные обязательства и улучшить жизнь в стране. Законопроекты направлены на рассмотрение в Сенат парламента. Яна Гладкова, Нуржан Махмутов, Ярнур Калелов, Астана Таймс. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин